В зоне АТО почти тишина. Сегодня на Луганском и Донецком направлениях с начала суток ни одной провокации. На Мариупольском боевике открывали огонь три раза и во всех случаях украинская армия стреляла в ответ. В последнее время на линии соприкосновения усилилось противостояние снайперов. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Проверяю, прочищаю, чтобы тогда во время боя не было досадных недоразумений. Орудие должно быть чисто. Это, во-первых, и безопасность твоя, и товарищей. Инструктор с нежностью говорит о своем гранатомете. Не раз он во время плотных обстрелов со стороны боевиков успокаивал противника. В последнее время чистят его все больше от пыли, применять не приходится. Военные действия перешли в фазу, когда на линии фронта наши военные то и дело укрываются от снайперов противника. У них сейчас появились новые гвинтинки натовского, с ростом 7,62, на гильзе 51 мм. То есть это более точная, более сбалансирована куля. Снайперы работают, я так заметил, я тут уже давно. Они работают больше как с прикрытием кулеметов. То есть работают кулемет чергою, а снайперы как бы работают под шумом. Стреляют парами, говорит боец. Огонь ведут перекрестный, а недавно прибыло подкрепление. По данным знаем, что заехали девочки-снайпера. Наверное, беатлонистки больше всего. Боевики в это время интенсивно роют траншеи. Интенсивно зарываются, роются, причем роются очень капитально. В нашу сторону роются. Со стороны, получается, как Донецкого аэропорта. Со стороны Донецкого аэропорта. Там у них впереди есть посадка, есть позиция. Вот они туда прорыли траншею. Где-то за 4 дня, вручную. Такое чувство, что они днем и ночью роются. Просеваются, но стараемся им заводить. Прокапаются, окапаются, отстраиваются, усиляют по своей позиции заду и продвигаются вперед. Напряженной остается ситуация на окраине западной части захваченного Донецка. Со стороны аэропорта и Синоватской развязки, боевики регулярно обстреливают позиции армейцев из гранатометов. Под шумок бьют и одиночными минами. Возможно, идет утилизация старых боеприпасов. Потому что многие прилетают кучно, падают сюда, создание скелет. И многие не разрываются. Может быть, они утилизируют. Это намного дешевле по нам стрелять, чем заниматься этим. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.